Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. В эфире новости Анапы. Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите, сегодня в выпуске. Вместе с Крайовой прокуратурой к нам приехали все федеральные контролирующие органы. В центре внимания пожарная безопасность, санитарное состояние и кадровый вопрос. В детских здравницах курорта проходит прокурорская проверка. Древние греки оставили достаточно большой слой культурный. Мы это видим, радуемся. Культурная бессонница. Более 9,5 тысяч анапчан провели ночь в музее, приняв участие в конкурсах, мастер-классах и экскурсиях. Ну, здесь стало, конечно, поуютнее. Я думаю, детям тоже очень понравится. Гигантские медузы, подводные слоны и загадочная фея. На территории анапского детского лагеря поселилась настоящая сказка, причем минимум лет на 10. Анапчане представят родной город на всероссийском конкурсе, который пройдет этим летом под эгидой организации «Молодая гвардия Единой России». Об этом в том числе шла речь на встрече местной ячейки с региональным руководством. На краевом уровне анапское отделение называют одним из лучших и ставят задачу формировать кадровый резерв для депутатского корпуса и органов власти. С задним столом представители «Молодой гвардии» и депутаты Совета муниципалитета. Одна из задач, которую ставят перед молодогвардейцами на краевом уровне – помогать депутатам в их повседневной работе. По словам Светланы Хижняк, уже сегодня молодые активисты – незаменимые помощники при организации самых разных мероприятий. Огромное спасибо за то, что они всегда отзываются, очень, наверное, энергичные, горят всегда новыми идеями. Все наши мероприятия социальной значимости – это, конечно, совместно с «Молодой гвардией». Анапское отделение «Молодой гвардии» является передовым сегодня в Краснодарском крае. Безусловно, это сказывается здесь, наверное, и особый статус города Анапы, как город воинской славы. И вот это патриотическое настроение, конструктивное настроение молодежи, оно, безусловно, дает такой прорыв в тех социально значимых общественных мероприятиях, которые здесь сегодня реализуются. В активе Анапской «Молодой гвардии» помощь в организации участия практически во всех городских акциях и социальных проектах. До 3 июня отделение подготовит видеоролик о героических страницах истории Анапы на общероссийский конкурс. Мы покажем Анапа город воинской славы. У нас совсем скоро, 12 июня, будет 190-летие присоединения Анапы в состав России. И в сентябре будет 75 лет освобождения Анапы от немецких фашистских захватчиков. В планах местного отделения расширять число активистов. В свою очередь, в крае дают установку на формирование кадрового резерва для органов власти и депутатского корпуса компетентных и ответственных управленцев. Александр Ребекко, Роман Беркалеев. Анапа. Регион. В центре внимания детская безопасность. В преддверии курортного сезона сотрудники краевой прокуратуры провели ежегодную проверку готовности крупных детских и здравительных лагерей Анапы. Особое внимание к вопросам безопасности и санитарному состоянию. В рейде побывала наша съемочная группа. «Жемчужина России» – крупнейший детский санаторий на Черноморском побережье. Он работает с 1975 года. На территории могут одновременно находиться более двух тысяч детей. Именно отсюда и начала работу комиссия, в состав которой вошли сотрудники краевой прокуратуры, силовики, представители образования, здравоохранения, Роспотребнадзора, МЧС и других структур. Особое внимание противопожарной безопасности. Здесь же проверяют планы эвакуации, доступность к пожарным щитам, наличие гидрантов, рукавов и огнетушителей. Под пристальным вниманием комиссии и возможность оказания первой медпомощи. Проверяют все – от оборудования медицинских постов до ведения журнала учета прибывших детей. Осмотрели и кабинеты, где проходят лечебные процедуры. Все оборудование исправно и готово к использованию. Проверка только этого санатория длилась более шести часов. Питание детей, организация быта, подготовка и сертификация обслуживающего персонала, благоустройство территорий. Под пристальным вниманием каждая мелочь. Сейчас в санатории находится 1750 человек. Мы реализуем государственный контракт. Всего у нас в весенней смене отдохнет 3500 детей. Сегодня состоялась выездная краевая проверка прокуратуры. Вместе с краевой прокуратурой к нам приехали все федеральные контролирующие органы. Проверка прошла в конструктированном диалоге. Коллеги задали массу вопросов. На большинство из них они получили ответы. Все увиденное их устроило. Есть небольшие замечания, но ничего не мешает нам устранить их. Комиссия побывала также в санаториях ВИТа, Голубая волна и в федеральном детском центре смена. Подобные проверки пройдут и в других детских здравницах курорта. Руслан Душевский, Анапа, регион. Глава Анапы Юрий Поляков ответит на вопросы жителей. 23 мая с 12 до 13 часов будет проводиться прямая линия по вопросам социально-экономического развития города-курорта Анапа. Телефон линии 30307. Выставки, мастер-классы, театрализованные представления. Так в Анапе прошла Ночь музеев. В этот раз 11-я всероссийская акция объединила более 9,5 тысяч анапчан. С заходом солнца Анапский археологический музей Горгипия превратился в большую интерактивную площадку, где каждый смог найти занятие по душе. Об эти древних греков и шедеврах из запасников в сюжете. Освоить гончарное ремесло в Ночь музеев могли все желающие. Виктория сама сделала вот такой глиняный горшок. Как говорят родители, пусть неровно, зато своими руками. Сначала нужно мятину сделать, потом уже нужно выравнивать, вытягивать. Так греки делали посуду еще до нашей эры. На гончарный круг помещался кусок влажной глины, затем ей придавали форму. Со стороны изготовления чаши может показаться простым. На деле это технически сложный процесс. Глина должна плотно прилегать к подставке, всегда быть влажной, а гончару необходимо непрерывно вращать круг. Тематические мастер-классы – лишь малая часть обширной программы Ночи музеев. Театрализованное представление, экскурсии и выставки. Уникальная экспозиция – фрески из склепа. Эти фрагменты были найдены при раскопках в склепе Геракла. Его обнаружили под землей неподалеку от музея в 1975 году. Большая часть гробницы была разграблена еще в прошлые века, однако важнейшие для науки и истории артефакты остались невредимыми. Все внутренние стены этого склепа были оштукатурены и по штукатурке расписаны в технике фрески. И на этих фресках изображались все 12 подвигов Геракла. Ну, помимо этого, был еще растительный орнамент, гирлянды, солярные символы. Также изображена была сцена семейного обеда. И, конечно, все желающие смогли побывать на раскопе самого древнего города. Традиционный экскурсионный час собрал тысячи человек. Многие отмечали, что изучать историю не по книгам, а по артефактам особенно интересно. Практически вся наша земля – это будущие раскопки или прошедшие раскопки. Но греки оставили, древние греки оставили достаточно большой слой культурный. Мы это видим, радуемся. Хотелось бы и понять, быть ближе к этому. Но история – это всегда интересно. Это очень интересно. Потому что все не обхватишь. Но вот какую-то частичку присоединиться к истории – это уже хорошо. Ночь музея в 2018 собрала в Анапе более 9,5 тысяч человек. К акции присоединились и городские библиотеки. Ближе к полуночи в Горгипии прошли уже традиционные гладиаторские бои. Для юных посетителей провели интерактивные игры и конкурсы. Выступили творческие коллективы. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа. Регион. Встреча двух поколений прошла в Анапской центральной библиотеке. Урок мужества ученикам третьего класса преподали настоящие ветераны боевых действий. Подобные часы славы стали уже традиционными. А за годы работы библиотека накопила богатый фонд военно-патриотических материалов. Владимир Атаманюк и Дмитрий Критский знают о войне не понаслышке. Оба участники боевых действий. На уроке мужества ветераны рассказали детям о патриотизме и верности воинскому долгу, профессии, которые посвятили жизнь, а также знаменательных датах воинской доблести и боевых традициях вооруженных сил. Со школьниками ветераны общались в интерактивной форме, организовав тематические состязания. Как отмечают почетные гости, дети проявили себя сильными, смелыми и ловкими. Воспитание патриотическое, воспитание военно-патриотическое, оно должно стать вот этой основой нашей государственной идеи, нашей государственной идеологии. Когда будет патриотизм, когда будет любовь к родине, когда будет понимание нужности тебя вот в этом обществе, тогда и не нужно будет много говорить о каких-то там идеях. Это и будет наша национальная идея. С ответным словом выступили и сами школьники. Каждый приготовил доклад и стихотворение, посвященное российским героям. Дети, женщин, мужчин, старики, все вставали на ее защиту. Перечислить всех не сможем мы, сколько их живых, а сколько убитых. Приятно видеть, что у нас в нашей родине есть такие дети, которые помнят прошлое, помнят своих героических дедов, прадедов. Приятно смотреть, что есть такие преподаватели, которые этому учат. Это достойная смена, достойное будущее нашей великой Родины России. Урок мужества и военно-патриотические встречи регулярно проводятся в стенах книжных залов. По словам сотрудников библиотеки, это помогает привить детям патриотизм и любовь к своей родине. В Анапе подвели итоги стрит-арт-фестиваля арт-премьера. 16 художников со всей страны превратили территорию детского лагеря в картинную галерею, украсив стены яркими рисунками. Тематика была выбрана согласно духу места проведения фестиваля Анапской побережья. В каком цвете художники-граффитисты видят Черное море в сюжете. В течение пяти дней лучшие райтеры со всей страны раскрашивали будни детского лагеря-премьера яркими красками. 16 крупномасштабных картин. Итог кропотливой работы. Кое-где еще наносят последние штрихи, но в целом все готово. Некоторые рисунки занимают до 150 квадратных метров площади в полную высоту трехэтажного дома. Как шутят сами райтеры, граффити не для тех, кто боится высоты. Картина «Морское дно», созданная художником из Ставрополя, одна из самых непростых в исполнении. Только на подготовку, установку лесов и обработку площади ушло около двух дней. «Сложность, как минимум, то, что это работа на высоте и строительные леса, их пришлось немножко прихватывать к стене, чтобы они не шатались. Ну, в принципе, нормально». Еще неделю назад эта трансформаторная будка была серой и неприглядной. Сегодня кирпичные стены превратились в яркий морской сюжет с феей, олицетворяющей детство. Граффитисты из Краснодара постарались обыграть пространство так, чтобы полностью расписать его баллончиком. По словам художников, вдохновение придавала позитивная творческая атмосфера. Но соревновательного духа не было. Все ребята из разных городов приехали, все очень интересные. Скорее, это был обмен опытом, успели со всеми пообщаться. Ну, вот такая очень приятная информативная поездка. И все остались в хороших, теплых, дружеских отношениях. Ну, здесь стало, конечно, поуютней. И проведя здесь неделю, уже чувствуешь себя как дома. Здесь очень комфортно. Я думаю, детям тоже очень понравится. От серых стен не осталось ни следа. Теперь территория детского лагеря больше напоминает картинную галерею под открытым небом. Художники обещают, их яркий след останется здесь надолго. Специальная краска не выгорит и не смоется в течение лет десяти. Это первый, но далеко не последний стрит-арт-фестиваль в крае. Этим летом творческое объединение «Карай-Сити» планирует организовать его в Туапсе и Краснодаре. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа Регион. Всероссийский детский центр «Смена» посетил космонавт, герой Российской Федерации, председатель российского движения школьников Сергей Рязанский. Он ознакомился с павильонами Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий «Парк будущего». Узнал, как проходит обучение молодых специалистов в Анапе. Пообщался с молодыми журналистами профильной смены и рассказал ребятам о космосе. Материал наших коллег из «Смены». 304 дня за два полета. 27 часов в открытом космосе. Сергей Рязанский рассказал участникам Всероссийского фестиваля, учащийся молодежи «Мы вместе, как стал космонавтом». Сергей закончил биологический факультет МГУ, потом аспирантуру Института медико-биологических проблем. В качестве командира экипажа принимал участие в эксперименте «Марс-500». Так, Сергей Рязанский стал первым бортинженером с биологическим образованием. За время двух полетов в космос Сергей сделал более 300 тысяч фотографий. Самые лучшие увидели сменовцы. На самом деле это очень интересно узнать о космосе. И всякие штучки интересные. Может, я сделал лайфхаки, выражусь так, если можно. Увидеть вообще, что в космосе находится. Это же необъяснимо все, можно сказать. Во время Всероссийского проекта «Классные встречи» юные журналисты российского движения «Школьников» узнали, какие стадии проходит корабль при взлете, какие нагрузки пережили космонавты и с какими трудностями сталкивается экипаж корабля на орбите. На станции космонавты проводят научные эксперименты, ухаживают за кораблем и занимаются обязательной двухчасовой зарядкой. Для такой работы необходимо множество навыков. Стрессоустойчивость, знание естественных наук, языков и медицины. Сергей рассказал сменовцам историю Олимпийского огня. Факел побывал в открытом космосе, а после от него были зажжены факелы на Земле. Границ не существует. Главное – это верить в себя, говорит Сергей Рязанский. На самом-то деле я огромный мечтатель, и я сама очень хочу поехать в космос, полететь в космос. Для меня это очень интересно, потому что я считаю, что космос – это, наверное, самое неизведанное, что есть вообще у нас в мире, в человеческом. И если я поеду в космос, это будет для меня огромное счастье. После встречи каждый сменовец смог сфотографироваться с космонавтом, героем Российской Федерации и председателем Российского движения школьников Сергеем Рязанским. Далее информация о погоде на завтра. Партнер прогноза – фабрика мороженого «Ангария». Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пламбир на йогурте «Ангария» – это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 21 мая в Анапе ожидается переменная облачность. Возможны дожди. Температура воздуха днем до плюс 23 градусов. Ночью прохладнее – 17 выше ноля. Ветер северный – от 2 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 16 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным.